Друзья, всем огромнейший привет! Меня зовут Борис, я рад приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что смотрите меня, спасибо, что со мной. Сегодня у нас будет совместный ролик с магазином парфюмерии и косметики RANDEVU.RU, который любезно предоставил мне на обзор аромат от Рамона Монегала Амбра Ди Луна. Чуть-чуть сейчас буквально расскажу о текущих акциях на данный момент в магазине RANDEVU.RU. Скидки доходят до 50% на парфюмерию, до 30% на косметику, до 30% также на фирменные аромабоксы. Помимо всего прочего, есть мой именной промокод 10BORIS, который вам подарит дополнительную скидку 10%. Скидки суммируются, промокод многоразовый, WELCOME. Ну и приступим к самому аромату. Я не случайно выбрал именно Амбру, поскольку Амбра это один из любимых компонентов парфюмерии для меня. И мне было любопытно, как же ее обыграет испанский парфюмер с такими вот классическими корнями, можно сказать. Это Рамон Монегал, это представитель уже четвертой династии, богатейшей династии парфюмеров Испании. Уже больше 100 лет они радуют мир своими ароматами, и мне было как раз вот интересно познакомиться с данным ароматом. Было любопытно, как они обыграют, как он обыграет Амбру Рамон Монегал. И скажу, забегая вперед, это просто бомба. Вот в моем понимании Амбры это просто бомбический аромат, который я вам всем настоятельно буду рекомендовать. Вот так он выглядит в коробочке, полностью в сборе. Ну, только я снял следу. Эта суперобложечка снимается. Открывается. И здесь красиво вот так написано про парфюмера, про дом сам, про традиции и про флакончик. Ну, а флакончик, друзья, это отдельная история, это отдельная песня, скажем так, парфюмерная для тех, кто, как и я, уделяет этому значительное внимание. Тубус раскрутился и оттуда появился, как из яичка, как из яйца, друзья. Вот такой замечательный флакоша в форме чернильницы. Посмотрите, какой шикарный цвет у жидкости, коньячный. Обалдеть. И, кстати, он на фрагрантике совершенно по-другому. Я не знаю, может быть, он до этого был такой. Там прозрачная жидкость, здесь она вот прям такая красивущая, глубокий такой коньячный, красноватый такой вот колечневатый оттенок. В общем, с презентацией здесь полный порядок, все, как я люблю, металлическое, тяжеленькое, увесистое, граненый такой вот флакончик. Это полтинничек, друзья. Шикарно. Ох, шикардос. Вот я очень люблю амбру. У меня достаточно много представителей именно амбровых ароматов. Мне он, прежде всего, напоминает классический артизан леда амбре. Я думаю, что многие с ним знакомы. И, как ни странно, серж лютанс аромат шерги. Вот удивительно, но шерги он тоже напоминает. Я думаю, что благодаря своей такой вот пудровостью, потому что пудровость здесь прям зашкаливает, ребят, кто любит пудру, да еще и амбру, это просто находка. Это очень такой вот он мягкий, обволакивающий, такой вот припыленный амброво-фруктово-цветочный аромат. Вот для тех, кому нравится, во-первых, амбровое направление, кому нравится пудра, это просто, как я уже сказал, находка. Обратите внимание, можно брать слепую, спокойно, нет здесь никаких ноток, которые вам могут, ну, которые могут отпугнуть, скажем так. Кстати говоря, пирамиды здесь довольно-таки простая. Это амбра, касториум, ваниль, лабданум, сандал, египетский жасмин. Ну вот, все вышеперечисленное здесь действительно есть. Я бы добавил еще сюда фрукты, я их отчетливо слышу, сухофруктовый такой компот, вот как раз благодаря чему он мне ширгита и напоминает немножко. Кстати, любопытно, ребят, вот согласитесь вы со мной или нет? Пишите в комментариях ваше мнение, делитесь, пожалуйста, будет очень интересно. Потому что на фрагрантике там, по-моему, я не встречал упоминаний именно ширги. А то, что вы там увидите, зайдя и посмотрев на этот аромат, что там есть один пальчик за ширги, это как раз мой пальчик. Вот, о чем хотел я еще рассказать, про пирамиду начал говорить, ванилька, да, очень красиво. Но вот как я и сказал, здесь, на мой взгляд, это, знаете, такая вот современная классика. Если брать, допустим, тот же артизановский лед да амбре, здесь интереснее. То есть он ничуть не хуже, да, там их нельзя сравнивать с плоскостью лучше и хуже. Нет, это просто, на мой взгляд, более такая вот осовремененная классика именно благодаря такой вот сухофруктовой составляющей и цветочной составляющей. Он такой кисленький, очень приятненький, но не кислит. Он не то, что вот прям совсем кислит, а именно вот сбалансированная вот эта вот кислинка. Касториума вообще практически не слышу, ну, разве что только на старте. Но, опять-таки, для меня это даже некая такая алкогольность, нежели касториум, пожалуй, нет. Касториума я совсем не слышу. Вот, что еще про него вам рассказать, но очень мне он понравился. Ходил я, не вылезая из него, где-то, наверное, дня четыре. Поэтому настоятельно рекомендую. Возможно, что-то упустил, возможно, что-то забыл про него сказать из того, что хотел. Но большую часть, я думаю, что вот своих вот этих вот эмоций я озвучил. Друзья, в разделе «Описание» к ролику вы найдете много полезной для себя информации. В том числе мой промокод «10Борис» на скидочку в магазине «Рандеву.ру». 10% скидки суммируются. Промокод многоразовый. Также вы найдете там ссылочку на мой телеграм-канал. Заходите, буду вам рад, будем общаться. Магазину «Рандеву» еще раз огромное спасибо, что предоставляет на обзор вот такие вот замечательные ароматы. Что расширяет мой парфюмерный кругозор. Вот без «Рандеву», честно, я бы, наверное, вряд ли обратил внимание на этот бренд. Вряд ли бы его даже, ну, когда-нибудь, может, и попробовал бы. Но я просто счастлив, что с ним познакомился, друзья. Эмоции мои неподдельные, поэтому рекомендую всем любителям «Амбры», «Пудра». Обязательно с ним знакомьтесь. Покупайте вслепую, не бойтесь, он не такой дорогой. По-моему, что-то около 5 с копейками тысяч сейчас на магазине «Рандеву» он стоит. Ну и плюс мой промокод, и будет вам дополнительно хорошая скидочка, и цена будет приятная, еще приятнее. За всем хочется попрощаться. Спасибо, что досмотрели до конца этот ролик. Друзья, всех вас безумно люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok